всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию меня зовут настя сегодня вижу очень популярную модель сумки в корейском стиле она очень функциональная удобная и милая вяжется просто и понятно получится даже у новичка по такому полотну не видно ошибок недочетов и швов каких-то мелких деталей все прячется под плюшевой пряжей я использую самую толстую пряжу которую нашла вы можете использовать любую так как на каждом этапе видео я озвучиваю рядность количество петель и размеры заготовок в сантиметрах можно связать изделие в одну две три и даже четыре нити просто и понятно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки переходим к работе я использую плюшевую пряжу самую толстую которую нашла это стопроцентный полиэстер в мотке 200 грамм 70 метров таких мотка мне потребуется два толщина нити около одного сантиметра если нет возможности вязать именно с такой пряжи можете использовать обычную плюшевую нить в два три сложения на ваше усмотрение буду вязать крючком шесть с половиной миллиметров приготовила ножницы и сантиметровую ленту на каждом этапе озвучиваю рядность количество петель и размеры заготовок в сантиметрах набрасываю нить на крючок подхватываю и формирую первую петлю далее мне потребуется 21 воздушная петля не слишком затягиваю первый ряд чтобы было просто вязать 2 первоначальный набор петель заложит ширину изделия у меня сейчас цепочка из 21 воздушной петли 24 сантиметра перехожу к вязанию первого ряда первую точку пропускаю во вторую точку вставляю крючок и провязываю столбик без накида так далее в каждую последующую точку провязываю один столбик в ряд получится 20 столбиков теперь каждый последующий ряд я вяжу одинаково единственно контролирую количество петель в ряд так как пряжа пушистая не очень хорошо проглядываются петли иногда буду проверять себя просчитывая петля подъема переворачиваю полотном вставлять крючок буду пропуская петлю подъема за обе дужки кромочной косы столбик без накида далее в каждую точку один столбик в каждом ряду 20 столбиков так продолжаю вязать поворотными рядами на необходимую глубину у меня завершился 16 ряд здесь удобно считать ряды попарно 8 пар рядов размеры заготовки на этом этапе 22 сантиметра в ширину и почти 23 сантиметра в высоту я укорачиваю нить и вытягиваю петлю крайне тем можно прямо сейчас спрятать в полотном как со стороны начала так со стороны окончания подхватываю петли последнего ряда и увожу край под них первая деталь готова вторая вяжется точно также напоминаю ширина 20 столбиков глубина 16 рядов пока убирают две детали в сторону мне потребуется связать донышко которая объединит их накидываю нить на крючок первая петля и создают цепочку из 10 воздушных петель 10 теперь пропускаю первую петлю она уходит на петлю подъема а в каждую последующую провязываю столбик без накида в ряд получится 9 столбиков ширина моей боковой части 12 сантиметров здесь также петля подъема и далее во втором ряду я хочу закрепить петлю для плечевого ремня это необязательный момент можно сюда добавить разъемное кольцо или носить сумочку только в руках без плечевого ремня то есть по желанию так как у меня 9 столбиков в ряд петлю мне нужно отцентровать провязываю 3 столбика далее прикладываю петлю и закрепляю ее на следующих три столбика 1 2 3 далее завершаю ряд еще тремя столбиками готова теперь буду вязать ряды количество рядов зависит от размера первоначальных деталей количество рядов это сумма трех сторон напоминаю 16 плюс 16 32 и здесь изначально у меня 20 точек 52 ряда провязываю сейчас вяжу 50 рядов не довязывая два ряда для закрепления второй петли у меня завершился 50 ряд я складываю заготовку так чтобы увидеть с какой стороны должно быть мое второе кольцо здесь получается по тыльной стороне ряда я его буду прикладывать провязываю три столбика и на следующие три закрепляю кольцо если 1 я закрепляла по передней стенке ряда это я закрепляю по задней стенке ряда так чтобы кольца смотрели друг на друга были с одной стороны заготовки вот обратите внимание и провязываю завершающий ряд он у меня 52 эти деталь готова размеры моего донышка 71 сантиметр в длину и около 11 12 в ширину откладываю в сторону далее мне понадобятся ручки это две одинаковые детали вяжутся по аналогии со всеми прошлыми деталями создаю первую петлю и набираю 31 воздушную петлю точно также пропускаю одну петлю она уходит на петлю подъема и провязываю в 30 точек то есть 30 столбиков в ряд столбики без накида я провязала 3 ряда 5 сантиметров длина 38 сантиметров напоминаю таких деталей нужно 2 после вывязывания всех необходимых деталей остался небольшой моточек пряжи из него можно сделать брелок или украшение для сумки и так каким образом я пришиваю ручку первая ручка у меня уже пришита также я добавила кнопочку это изнаночная часть изделия здесь прикладываю таким же образом отступаю два столбика от одного края два столбика от другого ручку углубляю на три ряда один два три вот так ставила нить в иглу я буду пользоваться белой нитью потому что она в тон и полностью спрячется под плюшевой пряжей подхватываю ручку здесь образую узелок петлю вставляю иглу в эту петлю и закрепляю нить теперь прикладываю и начинаю стежками туда-обратно пришивать смело прям насквозь прокалывая иглой и точно также возвращаюсь мне нужно проложить стежки по всем сторонам ручки с одной и с другой стороны я пришила обе детали к основанию сумки теперь перехожу к ручке складываю ее трубкой напоминаю это изнаночная часть поэтому детали складываю здесь и подхватываю иглой следующим образом стежками и игла в петлю стежок игла в петлю так ручка получится полой и круглой прокладываю такие стежки до этой точки теперь собираем сумку воедино сейчас у меня изнаночная часть смотрит вверх здесь пришита кнопка здесь я пришивала ручки это соответственно лицевая часть изделия и здесь тоже самое металл остается внутри я уже наметила маркерами точки просчитав боковые ряды 16 рядов здесь 16 рядов здесь марки соответственно на дно идет 20 рядов и на другую боковую часть тоже 16 рядов и так лицо к лицу металл наружу я уже вставила нить в иглу и точно таким же образом образую здесь узелок для того чтобы закрепиться готово и начинаю шов проходит игла туда-обратно можно прошить через верх с образованием узелка можно прошить обычными стежками то есть сверху снизу сверху снизу как вам удобней хорошо подхватываете петли с одной и с другой стороны так как можно вставить иглу мимо основания нити только по плюшу и тогда у вас будет дырка о лицевой стороне сумки в том месте где вы пропустили продолжаю прокладывать шов ориентируясь на маркеры чтобы у меня изделие не съехала сумка готова я уже добавила плечевой ремень можно подобрать в тон или сыграть на контрасте выворачиваю изделие очень стильная и функциональная мягкая и уютная такая сумочка добавит настроение любому образу размеры готового изделия ширина 30 сантиметров глубина 27 сантиметров обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки будет много интересных видео всем пока